Приветствую вас, мои замечательные! Вы на канале Творческая Мануфактура Ольги. Меня зовут Ольга. Так, я предлагаю провести со мной целые сутки. Как я буду это делать, ещё не знаю, потому что, ну, я же ещё такая, 3 секунды что-нибудь сняла и забыла. Но, значит, что? Показываю, как говорится, и рассказываю. Сейчас где-то примерно 9 часов вечера. Я планирую часов до 11, максимум до 12, то есть где-то в этот промежутке, там полдвенадцатого, ну, поняли, с 11 до 12 уже лечь спать. Ну, то есть у меня есть, грубо говоря, 2 часа с небольшим для работы. Значит, наконец... Ну, в смысле, наконец, как будто я прямо долго ждала. Неважно. Тем не менее, в общем, приехали часть товаров, которые я заказала и для работы, и для нас. Я заказала для нас табул редким. Так получилось, что переезжая... Ну, в общем, неважно. Короче, мы были без табуретов. У нас был один... Где-то я там нашла, как говорится, в сараике сломанный, переломанный табурет. И у нас оставался один стул. И получалось как обедать, так у нас... Ну, ладно, табурет как бы... Ну, в общем, неудобно это было очень сильно. Одним словом. Собрала табуреты. Они пришли разобранные. В общем, собрала я табуретки. Пока заказала два. Вообще, конечно, надо еще хотя бы два заказать. Единственное, я не знаю, может быть, со временем, может быть, два, допустим, каких-то разборных. Ой, как это? Складных. Может быть, каких-то надо. Потому что, в принципе, гости у нас не настолько частые, да. И, ну, у нас небольшая кухонька. Ну, неважно. Потом как-нибудь покажу. И, значит, что я сделаю. И приехал уже в ПВЗ, значит, стеллаж. И это означает что? А это означает то, что... Ну, единственное, конечно, прямо ремонт в мастерской буду делать позже. Хотя у меня была такая мысль перед тем, как собирать, ставить стеллаж. Сначала, ну, просто покрасить. Но решила, что не буду пока прям этим заниматься. Ох, у меня тут трясутся товарищи. Значит, я намылась замечательно прямо вот. И решила, что надо и скотобазу искупать. Так, я подключалась, показывала, да, что делала. Вяжу. Ну, распускаю. Ну, вот чем я занимаюсь? Вот этим я и занимаюсь. А что нет-то? Сначала провязать, потом распустить. Как это? Вяжи-то распускаю, вяжи-то распускаю. Надо взять другой крючочек. Ну, в общем, ладно, сейчас тогда расскажу и это сделаю. Как намыла свою братью. Братья тут трясется, вся из себя страдальцев строит. Ну, с другой стороны, а что делать? Зато чистенькие, красавчики. Вот. Царюху тоже намыла. Разрешила сегодня дома ночевать. Раз такая, как это, раз такая пянка. Значит, что у нас еще интересного. Так, в данный момент мне надо просто по всему периметру. То есть, с одной стороны лямочки, с другой стороны лямочки. Здесь везде. Я... Она, конечно, и без этого нормально. Но попробую. Мне нравится, когда немножечко покажу. Видно же, да? Так. Не знаю, в общем, видно вам или нет. Но когда вот этой каемочкой делаешь, оно аккуратнее смотрится. Мне больше нравится. Хотя и без нее нормально тоже, скажем так. Но что-то вот... Как это говорится-то? Не туго. Ну, да. Стягивает, в общем. Я уже это провязывала. Стянула. Я, значит, распустила. Сейчас посмотрю. А то сейчас выяснится, что такой же размер взяла. Нет. Чуть-чуть побольше взяла. И просто начала вязать более свободно. Ну, как я вам сказала, что да, мне это не шибко-то и свободно получилось. В общем, попробую вот побольше крючком. Поэтому, как это... Размер имеет значение. Так, пришла ткань. Я, значит, покажу... Так, завтра. Завтра суд в первой половине дня, я не знаю там во сколько, но в первой половине дня надо будет сходить в Сбербанк. Вот. Сдать исполнительный лист, написать заявление. Я надеюсь, что у нас это делают в Сбербанке. Это первое. Второе. Завтра надо построить выкройку. Если построить две выкройки, я буду молодец. Но не буду я себе это листить в этом деле. Так, еще следующий момент. Мне надо забрать... Из ателье, в общем, у меня там сложены коробки. В общем, мне их надо забрать. Потому что... Потому что, потому... Все кончается на ум. Мне красиво не могу. Хотя вот оно и не шибко-то видно, но я-то вижу. Вот. Чем я еще занималась? Я лазила, значит, в темноте. Плачет котенок, по-моему, где-то на дереве. Может быть, мои собаки загнали. Может быть, и не мои собаки. Но не важно. Между моим соседним домом растет огромная акация. Ну, я, кстати, ее не планировала ничего убирать. И она у меня там растет и растет. А как пахнет, а как цветет. То есть это я даже как-то перед этим и не знала, что это так прикольно. Ну, вот. Плачет. Ну, вот. Лазила, лазила. Но решила в итоге, что из-за котенка навернуться мне с крыши. Ну, не очень сильно хочется. Вот. Поэтому, ну, так. Надеюсь, лезет. Хорошо, что, в принципе, вот мне его сейчас не слышно. Потому что, если бы мне его было прямо слышно, я такой человек. Я бы начала нервничать. И опять бы пошла его позвать, зазывать. Но я это делала продолжительно. То есть перетащила с хоз двора свою огромную лазью, в которой ты, 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 ступеньки-то. В лестницу. В общем, я его так и... Главное, я его не увидела. Этого котенка. Но, тем не менее. Кстати, про гаджеты. Когда разговаривала... У меня, видать, это, как заделает советчица-мастерица-то. Значит, там она доп. спицы обхаяла, что это прямо вот ночи не надо. В гаджетах у меня есть доп. спицы. У меня есть и пластмассовые. Причем пластмассовых, я не знаю, я и сама покупала. Это, наверное, вот такие. Но люблю я, пользуюсь вот такими. У меня их осталось, правда, две. Ну, это, в принципе, довольно-таки новые спицы. Потому что у меня были еще другой набор. Дам они... Вот такая потолще и потоньше осталась. И другой у меня был набор, тоже подобный. Там они еще и по размерам, по-моему, немножко отличались. Там было больше размеров. Не знаю, где он. Я, кстати, тогда вязала, ну, как-то, я не знаю, много этих кос. Мне кажется, сейчас... Ну, нет, сейчас тоже косы вяжут, но не настолько, да, или да, или нет. Или мне просто сейчас так вот не очень, да, как-то, наверное, может, фортит с косами и ранами. А в какой-то момент это было прямо много. И вязала их часто. И могу так сказать. Я не знаю, как другим людям. Мне нравится вязать с дополнительной спицей. Я считаю, ну, как, мне это быстрее, мне это проще. Хотя раньше не было дополнительных спицей, я даже не помню, как. Ой, это так, знаете, что вспоминаю иногда, когда не было вот интернета, да, мы пользовались журналами. Либо где-то там фотографии какие-то видели. И потом сами составляли эти всякие раны, схемы. Ну, вот это было дело. И я помню, как это прямо, ну, то есть, сколько времени, да, занимало тут. Сидишь, составляешь эту схему, рассчитываешь, рассчитываешь. Ну, давно это было дело, да. А потом как-то, слава богу, сейчас уже вот этого делать не надо, да. Загуглил, что надо, распечатал и так далее. И прямо хорошо. Кстати, да, если завтра всё это не забуду, надо будет распечатать схему, которую я нашла для жилета. Потому что, короче, мне неохота... Шёпотом говорю, как будто заказчица услышит. Мне неохота самой эту схему разбирать узора. Вот прямо не хочу. Правда. Я не знаю, я нашла какой-то там мастер-класс. И вроде как это вот этот узор. Не могу сказать, что он прямо похож. Но, тем не менее, я решила, что нормально пойдёт. И я надеюсь, что это... Ну, и заказчица понравится. В общем, решила я. Заказчица у меня тоже, кстати, любит вязать. Но она только это... А нет, лицевые и изнаночные. Тоже вот она мне показывала, что она там замутила пряжу. Ой, какая пряжа классная. Я когда увидела, говорю, это... Тебе нравится? Я говорю, а то! Там вообще... Ну... Так, ой, как всё это... Потом она мне это когда купила, когда к ней пряжа это приехала. Она мне это... Оля, какая она... Ну, тактильная, насколько она классная. Вот. Ну, ладно. Ну, это аж, блин, все потряхиваются. Как будто правда замёрзли. Надо укрыть, пожалеть. Живность. Вот. Значит так. Я не знаю, буду ли я сегодня ещё подключаться или нет. Ничего не скажу. Но. Ну, то есть... Не знаю. Но. То есть я сейчас, получается, что провяжу... Вот эту отделку. Ну, всё нормально. Не это самое. Мне с ребрышками больше нравится. Хотя, да, без ребрышек хорошо. Может, спустить нафиг. А? В общем, сейчас чуть-чуть провяжу. Ну, и пойму. Я такая, мне недолго и распустить. Недолго печаль. Значит. Только из ребрышка она хорошо смотрится. Мне кажется, просто, чтобы это попрочнее ещё, наверное, было. Ладно. И посмотрю. Либо я сейчас вот это провяжу полностью окантовочку. И после того, как провяжу окантовочку... Не люблю, когда вот эти уменьшительно-ласкательно говорят. Но, тем не менее, и сама этим грешу порой. Значит, что, если... Сейчас скажу. Ну, в общем, либо это... Ну, я могу и провязать, посмотреть и того. И того, если нормально меня устроит, я тогда её оставлю. Если не устроит, я тогда просто возьму, распущу и всё заправлю хвостики. И на этом, как говорится, всё дело закончим. Вот так вот я сейчас и сделаю. Либо провяжу и заправлю, либо распущу и заправлю. Ну, одно из трёх. Вот. После этого, скорее всего, либо я возьму кардиган, либо куртку. Потому что, на самом деле, остаётся до сна не так много времени. Повяжу ещё что-нибудь и бойлюли. Или что? Ну, и попробую тогда завтра. Может быть, попробую всё-таки... Я, как говорится, не гарантирую. Но попробую завтра подключаться, показывать свой день, как он у меня проходит. Хотя, я думаю, что я вряд ли так смогу. Потому что я забываю. Я такая там... Чё-нибудь не то, не это. И в итоге, вполне возможно... Чё-то и фото-каката разобрала. Чё? И не сделаю этого. Но, тем не менее, попробуем. Может быть, попробую просто показать, что завтра именно из работы поработала. Не знаю. Интересно это будет, неинтересно. Что-то, знаете, как-то мне это... Не очень-то это и нравится, скажу я вам. Ой, господи, Оля, Оля, затеяла какую-то ерунду. А надо ли оно? А не надо ли оно? Не знаю. Ладно, попробую сейчас. Всё-таки до... Уже теперь доделаю, а потом посмотрю, как у меня это выйдет. Ладно. Завтра расскажу. Покажу. Так, решила перед сном всё-таки подключиться. Я скалолаз, прости, господи. Это мой кот, наш младший в порт. Я не знаю, может быть, с котами потрались или ещё что-то произошло. Не знаю. Вообще у него как бы голоса особо громкого-то нет. Но, видать, в каких-то экстренных ситуациях прорезался в голос. Ей я его сейчас лазила, доставала. Не знаю, очень долго. Ему страшно было это. И страшно мне, потому что килограмм там много. Пришлось залазить на крышу соседнего дома, потому что... Потому что там только так. Я думаю, господи, сейчас под всеми моими килограммами как это всё провалится. Как я завалюсь. Я думаю, господи, ребёнок дома. Вот это всё. А у него в какой-то момент срывается голос. То есть это вообще ужас. Ну, ладно, слава Богу. Он ко мне подходит. Витки начинают шататься. Он пугается. Моя лезть тоже не могу, потому что это старая акация. Ну, может быть, и не сильно старая, но она такая трухлявая. К слову, здесь есть такое, что... Ну, не знаю, я не могу сказать, что здесь какая-то супер-пуперовская влажность. Нет. Ну, почему-то вот трухляют как-то деревья. Ну, срок у них какой-то, может, потому что в зиму они не спят особо или что, не знаю я. В общем, достала. Он в какой-то момент... Ну, он понимает, что ко мне идти там. Ну, прирученный же. О, божечка, божечка. Ну, ладно. Потом спускаться я его поставила рядом с лестницей. Говорю, стой. Закорячилась на эту лестницу. Или как, скорячилась. В итоге это... Он стоит, потом в какой-то момент поворачивается. И как заплакает. Заплакает, заплачет опять. Я такая, ну, все уже. Ой, ну, все принято дома. Ну, долго у меня это заняло времени. Читая, я же уже лазила. Ну, вот хорошо, правда, что уже лестница принесенная была. Да? И... Ну, в общем, не это... Не быстрое такое, знаете ли, занятие. Но, слава богу, достала. Все, ребенок дома. Не знаю, может, забатит что-то. Сегодня как-то это вели себя не это. Не знаю. Ну, хотя, не было такого. Ну, не знаю, может, с котами что-то вздорил. Что-то произошло. Как-то он там оказался. И в итоге вот слезть боялся. Ладно, слава богу. Иголка здесь, которая хранится, она мне не нравится. Она какая-то жержевевшая. Ну, ладно. Одним словом. А я как начала, потом, ну, не могу. Не выходят эти крики-то котячие. Из головы пошла. И вот я там лазила-лазила. Он плачет. А ко мне вот это надо просто было видеть. А я боюсь тоже, думаю, сейчас полезу на дерево. Оно как подавно рухнет-рохнет. Ну, там, ну, вроде как невысоко падает-то. Но все равно, как это, ниже земли не упадем. Но, тем не менее, там у меня еще не убраны. Есть какие-то и камни, и кирпичи, и все. Ну, то есть, ну, в общем, мое приключение у матери. Вот. Ясенька, слава богу, спит. Все хорошо. Он сегодня у меня такой с утра. Вот. Как же он мне? Ты, говорит, спала? Я, говорит, в телефон играл. А когда, говорит, будильник звенел, я его, говорит, быстро выключал. Чтобы ты еще поспала, тебе отдохнуть надо было. Ну, а пока ты отдыхаешь, я в телефон играю. Короче, вот такой это хитрый, хитрый жук. Да, кстати, я хочу себе просто будильник. Ну, не знаю, насколько мне поможет просто наличие просто такого обыкновенного будильника. Думаю, что, наверное, не... Ну, прямо она меня спасет. Но, честно сказать, есть периодически такое желание. Как будто это, если будет простой будильник, мне будет... Причем я же, говорю, с утра-то просыпаюсь. Ну, тут уже зависит от самочувствия, кстати. Надо, наверное, перед сном сегодня удобнее копить, чтобы полегче спать. Да, это... Чтобы с утра встать. Вот, слава богу, это, чтобы без головной боли, чтобы просто уснул поспалной. Так, царская морда. Я даже не обратила внимание, пока я лазила. Э, товарищ царская морда, я, конечно, буду стирать, но не до такой же степени наглей. На куртку улегся. Ну, а что делать? Иногда даже стирать все равно надо собаку. Вот. Ну, хотя я их... Ну, постоянно. Покажем тебя, какой ты красавчик. Мой прям трясется. Прям трясется. Вот. Да. Мой прям трясется, трясется. Вот. И тому пацану уже десятый год. Ммм, прям трясется. Так что, ну что ж, все, до утра. Сейчас я закончу уже последнюю ниточку. Надо заправить на платье. И потом, наверное, не знаю, может быть, буду вязать или нет, не знаю, может, сразу и лягу спать. Может, прям провяжу, просто еще буквально привяжу. Ну, прям трясется. В общем, до завтра. А завтра подключусь. Постараюсь. Как-нибудь день со мной. Так, доброе утро, мои замечательные. Среда. Я жду сейчас заказчицу. Это клиентку одну, зачем она придет. И мы пойдем в банк. И сегодня лицом в кадр я, скорее всего, не буду. Потому что... Ну, потому что... Вот потому. Хотя я вчера, значит, снимала видео, говорила, что я спасала кота с акации. В общем, у меня аллергия на акацию. Хотя вроде как уже, да, проходила, было уже все лучше. Ну, одним словом, я сейчас соберу как раз одну посылку, отправлю. Не знаю еще как. Сниму вам немножко нашей красоты. Хотя у нас похолодало. Я иду в кофте. Малой тоже наздевался. Руки холодные. Думаю, надо было еще потеплее одеть малого. Вот. Птицы поют, конечно. Вот это смотрится как бы от неба голубоватым. На самом деле оно прям серое. Серое. Так, что я хотела же это... Начала подключаться в мастерской. Но как раз подъехала клиентка. Здесь, кстати, много людей ездят на велосипедах. Это красота. Насколько я тоже хочу себе теперь велосипед. Вот. Сдала она Дженсона штуковку. Поэтому, что мы пошли до банка, сходим. И уже после банка подключусь. Либо уже в мастерской. Либо на обратном пути. Расскажу, как у нас все сложилось. Так. Мы снова идем в Сбербанк. Не получилось до обеда. Мы просидели, конечно, в очереди прямо долго. У меня Ясенька даже уснул. Ну, в общем, она пробовала, пробовала. Ну, в итоге... Там еще за мной люди были. Я говорю, ладно. Давайте, людей отпускайте. Потом уже... И мы подойдем. Вот. Идем. А я еще забыла же с утра-то взять с собой платье. Отправить-то посылку. Поэтому, ну, как бы мне пришлось бы возвращаться второй раз. В общем, кстати, если видим, небо распогодилось немного. На улице потеплело. Пришлось собаку маленько придерживать. Это не очень. После некоторых эпизодов в жизни велосипедистов любит. Да, маленько мусор все-таки есть на улицах, что очень сильно огорчает. Но, тем не менее, вон, что есть. В общем, распогодилось, тепло, хорошо. Отек, слава богу. Ну, вот к обеду немножко спал. Так что это... Идем. Вот это ты ловкий. Ты уж давай аккуратно как-то. В общем, подключусь уже. Надеюсь, что скажу, что все получилось. Вот. Смотрите, сколько рос кустов. Столько много кустов рос. Все, значит, получается. Исполнительный лист отправили. Долго времени, конечно, это заняло. И то, что я такая говорила, что буду снимать, наверное, там, как, день со мной, сутки со мной. Наверное, придется прямо два дня со мной. Почему что? Потому что, ну, вот, считай, сегодня с утра мы как сходили на почту до обеда пробыли. Мы с обеда, ну, сбегали домой на обед, да. Вот сейчас уже, по-моему, четвертый час. Мы только возвращаемся домой. Поэтому, ну, что-нибудь попробую все равно сегодня сделать. Буду, как это, буду держать вас в курсе. Так что вот так. На улице хорошо. Ну, вот после обеда, когда шли в банк, было прямо хорошо свежо. А сейчас, ну, все равно все так, вернее, как было тепло. А вот сейчас как-то свежевастенько. А яйца тут у меня уже разделся. Не хватает еще одного курса. Так, вот ходим с царской физиономией. С царской физиономией он у нас убежал. Но он, когда его подзываешь, вот с поводком, он приходит, одевается. В общем, ходит с нами, гуляет, как деловой пес. Ой, как все-таки хорошо. Картинная красота. Так, ну что, лицом в кадр получается. Отек сошел. Конечно, был кошмарно вчера. Я вчера немножко даже уже такая телефон держала рядом. Потому что у меня прямо начала горчание текать. Тут прям чувствовалось, как... Ну и ладно, все хорошо. Все, что хорошо, хорошо закончилось. Все, значит, что... Да, заняло много времени. Да, бла-бла-бла. Тем не менее. Тем не менее. Слава Богу, как это тронулось. Да, сдала. То есть, все. У этой организации расчетный счет числится в Сбербанке. Поэтому, ну, будем надеяться, как говорится, и верить, что ничего они не поменяли. Что с другими они заключают договора именно с этим расчетным счетом. Вот. Долго, конечно, да. Это вот, считай, ну, как прям с утра-то получилось. Я начала, да, в мастерской чуть. И мы собираться начинали, да. И позвонила, значит, клиентка, чтобы, ну, брючки сдать на ремонт. Я говорю, ну, несите. Буду ждать. Все. Вот она принесла. Представляете, уже приклеила этот... Как ее зовут-то? Липкую ленту-то эту. Дублерин. Дублерин приклеила. И как так, я не заметила. То есть, я же, ну, типа, убрала. Тут что-то уже штопано было, так очень скоеобразно. И я как бы все убрала мне. Ну, и тут сослепу. Сослепу и тороплюсь. Скорее же, скорее надо все. Ага. Ну, в общем, как-то так. Ну, уже, наверное, сейчас не буду фотографировать. Телефон пока здесь, на зарядке. Но сейчас придется унести его домой на зарядку. Потому что на данный момент у меня проблемы именно с наличием розеток. Розетки, розетки надо делать. Ну, и ладно. Это сделаю, как говорится, как это... Финансы и время, и будут и розетки. И вот, когда мы с обеда, ну, на обед-то шли домой, зашли в ателье. Я взяла ткань, которую мне нужна была сейчас сшить. Так что, все. Ну, как это... Так, что у нас еще интересненького? Угу, угу. Ну, и все вроде. Так что, что так? Так, нет, сейчас я скажу, мои хорошие. Как я так не... Это... Я убрала здесь один-то шов увидела. Убрала его. А села уже под машинку-то, запихивала батюшки. Ну, в машинке же есть этот... Лампочка-то. Я под этой лампочкой-то еще увидела. А это означает еще что? Что надо делать освещение хорошее у себя. Ну, вот. Я, как она так это посмотрела, говорю, распустила. Тут все это... Ну, да. Причем, ну, я не знаю, как. Конечно, хозяин-барин, как говорится, как... Забыла. Забыла, как говорится. Ну, смысл в том, что она принесла двое брюк, да. Это, говорит, может быть, там заплатку. Ну, я объяснила, что можно так, можно эдак. Ну, выбрали штуковку, ага. Я ей... Ну, типа, нам надо вот на 10 дней. Это джинсы у него, типа, для школы. Сейчас доходит, и все. Я говорю, давайте вторые сделаем. Вот ребенку, ну, на сменку брючки. Блин, как я так это... Невнимательно-то. Главное, знаете, что? Распорола самый маленький шов, который здесь был. Так вот, просто через край навернуто. Ой, что-то у меня опускается. Извиняемся. Извиняемся. Так, что-то я там рассказывала. Уже забыла, что рассказывала, но... Надо посмотреть, кстати. Да, я сейчас все закину. Ну, по-моему, я говорила, что уже, наверное, буду не день со мной, а это два дня. Потому что, считай, долго проходили. Потом пришли, вот обед приготовила, покормила, да, сама поела работать. Ну, то есть поняли меня, да. Одним словом про то, что, наверное, один день это будет вообще ни о чем. Поэтому давайте пару дней, и я выпущу а-ля-влог. Как всегда, он у меня будет часовой. По болтушке часовые. Ну, что ж. Все. Я делать штопку. Это будет громко. А коли будет громко, я себя, кстати, ждет, когда... Что я начну шить, и дам ему телефон. Вот. Что хотела? Хотела... Я говорила, что... Как называется так? Сейчас скажу. Я хотела... Забыла, это, мои хорошие. Я хотела... Забыла, вообще ужас. Блин, надо было так лохануться. Девчонки, так вот, блин. А ведь, главное, открыла такая, все посмотрела. Знаете, это... В итоге, представляете, что? Ну... Ну, ладно, все. Ясенько, говорю, ждет телефон. Потому что, когда я начинаю строчить, мне все равно телефон не слышно. Ну, или плохо слышно. Я громко делать не люблю. В общем, дам ему телефон. И поставим еще нормального зарядиться куда-нибудь. Так что, скоро подключусь. Так, ну что ж, вечернее подключение. Пятнадцатое число. Помню. Среда. Так. За сегодня, ну и в итоге, естественно, никто ничего не подключался. Никто ничего нормально не мог. А что делала я? Я сегодня только, получается, штуковку. Сделала штопку джинс одних. Ну, там, конечно, было прямо как этот запущенный вариант. Вообще запущенный случай. Потому что, в каком плане, ну, во-первых, ну, и дырка, и то, что джинс стретч. И он прямо, ну, в общем, стретч этот полопался. Ладно. Сделала. Отдаю. Говорю это. Давайте, говорю. Только в следующий раз. Ну, видите, рвется. Приносите. Будем сразу, говорю, это латать. Я говорю, лучше это, пусть оно там, понятно, меньше возьму. Ну, хотя бы потом не будет так, это проблемно-то все. Так что это все. И все. Приходила еще, значит, соседка там примерялась, замерялась. Ну, в общем, в общем, в общем, скажу я вам. Все. Это часть. Ну, кое-что попросила сделать. Так. Что у нас еще интересничково? А больше как это? О новостей на сегодня нет. Так, да. Усталость, страсть как? Получается, мы, считай, с утра, ну, дождались клиентку, да, и пошли в Сбербанк. И вот мы с утра до обеда были, потом мы на обед приходили домой, потом опять Сбербанк. И я не помню, во сколько мы ушли. Ну, наверное, тоже часа в три, в четвертом. Ну, и туда-сюда, до дома дошли. Пока. Ну, в общем, пока пообедали. Потом сейчас ребёнок. Ну, господи, всё как у всех. Сейчас он пока ужин приготовил, а пока поели. Ну, и вот единственное, что, говорю, я сделала вечером, это вот джинсики. Всё. И примерки были. Кое-что ещё пораскладывала, но ничего не это самое. Надо что делать? Надо будет придумать освещение себе какое-то нормальное. Ну, и точечное, и не точечное вообще. Потому что глаза сидела, ломала на выкат. На выкат, ну, потому что джинсы были чёрные, села чёрный этот поезд. Думаю, сейчас возьму чёрную и распарывать. Потом думаю, да всё, говорю, не могу. Ну, и, в общем, вот так вот у нас как-то всё произошло. Что у нас ещё, значит? Ярослава вот пытаюсь отправить спать, но вот он ни в какую со мной рядом, значит. Сейчас, может быть, состояние прямого нестояния. Как это, походила, дела поделала. Ах, ну да. Она такая, говорит, по-моему, вам должна прийти смс. Куда, какая, ничего не знаю. А может быть, на электронную почту такая всё. Ну, я смеюсь. Она такая, о, говорит, а что, можно было и так, что ли? Что так тоже бывает. Я такая, да. Ну, то есть первый раз столкнулась наш оператор здесь. Я такая, ну, скажем честно, говорю, я тоже об этом не знала. Но и так тоже можно. Всё. Ну, я ей сказала, говорю, в том случае, если, как, есть, как правильно сказать, у должника счёт именно в Сбербанке. А вот. Организация расчётный счёт числится именно в Сбербанковский. Всё. Ага, значит, я такая, и к вечеру ближе, то есть мы домой пришли. И, наверное, вот когда я джинсы делала, где-то в этот момент, значит, пришла мне смс, не с номера 900, с какого-то другого номера, значит, ну, тоже там короткий, что принято, что-то там бла-бла-бла. В течение семи рабочих дней будет всё рассмотрено, что-то там в таком духе. Так что будем ждать. Всё, значит, и что ещё у нас интересничкого? Так, и я решила, что в любом раскладе, понятно, что сегодня вот такой... А, отправила платьишко. Завтра покажу, что там у меня осталось. Я, получается, три делала броши. Ну, вот одну брошку положила в подарок. Всё. Сейчас, наверное, таблеточки выпьем. Выпью, маленько повяжу. И сегодня пораньше спать лягу. Наверное, как-то так. Ну, а завтра буду показывать. Потому что вот так вот и планирую, да? Вот я говорю, планировала же, думала, что с утреца сбегаю в банк, что это так всё быстро и легко. Потом буду делать то, пятое, десятое. А считаю, вот весь день у меня и ушёл на это дело. Ну, с другой стороны, сделала, что тоже как бы может не радовать. Так что всё. Сейчас вяжу. Вообще хотела взять куртку повязать. Ну, прям потому что хочу её повязать. Ну, что-то... А я не помню. Что-то, короче, схватила кардиган. Думаю, ну, значит, кардиган. Так что повяжу кардиган. Так что вот так вот. Так. Ну, и всё, наверное. Так что до скольки я сегодня буду вязать, не знаю. Но не дольше одиннадцати, это точно. То есть в одиннадцати, то, наверное, на кэджи, да, зарекаюсь. Ну, в общем, хочу до одиннадцати, ну, в одиннадцати уже всё, лечь спать. Так что, ладно, завтра уже подключусь. Так? Завтра уже подключимся, покажем, что будем делать в ателье. Да, Иси? Ну, надо баловаться, Ярослав. Да. Что-то у меня тут. Так что, ну, и всё. До завтра. Доброе утро. Утрушка. Время восемь. Начало девятого. Сижу, наслаждаюсь. Вот, кстати, виновники моей аллергии отцветают. Думаю, пойти пошоркаться ещё одно, чтобы на второй глаз отече. А я сижу, кофе пью на крыльце. И вот этим наслаждаюсь. А одна птичка, она, видать, только ночью поёт. Ну, попробую ночью. Господи, как без тебя-то. Как-то так, в общем, думаю, ночью попробую тоже заснять. Нравится мне, как печки поёт. Тепло, хорошо. Сейчас быстро до магазина сбегаем, и я работать. Буду работать, подключусь. Ну, что ж, утро рабочее доброе. Забыла, какой день недели. По-моему, четверг. Какое-то число. 16-е. И что? Начинаем с построения выкройки. Я решила, что без выкройки не хочу. Хочу, чтобы была выкройка. И что мы для этого делаем? У меня есть миллиметровочка, слава богу. Ручечка-линеечка. К сожалению, свой метр я не нашла, поэтому что-то буду этой линейкой пользоваться. Очень огорчена. Не знаю я, куда я делся. Вот. Построю выкройку. Ну, а дальше покажу, расскажу, что ещё я сделала. Что, начала такая делать. Ну, правда, сбегала уже, позавтракала. Перед этим малого кормила. Сейчас сама. И поняла, что начала-то с этой стороны делать. И у меня как бы на эту сторону, да, это... Ну, хотя можно было перевернуть. Да? В общем, в принципе, да. Я просто переверну выкройку, как мне надо. Или нет. Ну, в общем, сейчас буду делать. Получается, у меня должно было быть здесь запах, да, край. Я такая думаю, ой, мне же это наоборот надо. И я, главное, ровно отступила. Вот, бывают такие нюансы. Можно перевернуть выкройку. Ай, ладно, короче. Сейчас буду переделывать всё. А мы бежим на почту. Прямо бегом бежим. Хотя ещё есть вроде время до обеда. Мне пришёл подарок от моей подруги, от моей подписчицы. Бежим. Ну что, я не выдержала. Я на почте. Вышла с почты. И подарок сразу. И надела. И сложила всё. Вот такой сейчас приду дома, покажу лучше. Ну, по-моему, по лицу видно, что щёки трескаются от удовольствия. Ой, от восторга. В общем, домой приду, покажу лучше. Ну что, от вычка-моврычка дело такое, когда не совсем получалось свео-ливилизировать, да, и чтобы сделать правильную выкройку. В общем, просто сделала вот так. Подклеила, склеила, затворы сделала. В общем, и всё склеила. И за всё время у меня готова только... Ну, правда, в полный размер краю в этот раз. Почему-то... И сразу с запасом на швы делаю, потому что понимаю, что надо мне сейчас именно так сделать. В общем, юбка. Полочка, да, передняя? Ну, вообще, перед, вперёд юбки. Выкройка готова. Мы начинаем делать дальше. Так, ну что ж, утро, можно сказать, доброе. Цвет искажается. Интересно, да? Ну, это вот всё, это одна ткань. Просто вот она как-то так лежит. Короче, вчера частично начала смётывать, потому что перед примеркой... Сейчас, думаю, надо было взять всё-таки это... Я что-то неконтрастное не взяла. Понятно, что пока вот так вот оно... Где швы вот так смотрятся. И местами буду уплотнять. То есть... Потом покажу, в общем, и корсетную часть. Ну, там не корсетная, топ, да, как изделие. И этот. И вполне возможно, что юбку местами сделаю двойную. А так, конечно, у меня была такая, по-моему, ткань. Ну, название точно это было. Но у меня в памяти она была более толстая. Вот. Может быть, конечно, я путаю. Но, тем не менее. В общем, сажусь я дальше смётывать, потому что хочется, чтобы произошла примерка. Ну, а до примерки манекен у меня, считай, такого же размера. Там, ну, немножко по-другому пропорции. Но всё равно будет понятно, что из себя будет представлять платье. Так, ну что. Сижу смётывая, ёшкин-макарёшкин. Иголочка тонесенькая. Дырочка манусенькая. В общем, сижу смётывая. Так, не знаю, сегодня получится у них приехать. Нет. Но хотя бы будет уже смётывая. Можно будет на манекене показать примерно. Ну, потому что прям примерно. Потому что много что я не буду прямо сейчас доделывать. Так. Ёлки-палки. Что-то это. Что откуда-то у меня тут. Ага. Запчастюльки, запчастюльки. А, ну, правильно. Вот, ну, значит, что. Сейчас расскажу, не могу. Я, ну, может быть, как бы грубо скажу. Но мне-то по барабану я могу сказать и грубо. Ну, не это. Не озвучивая материнские слова. Значит, что. Которые я говорила-то это. Ну, их было несколько таких за всё время, которые эти советы-то раздают. Которые там три раза связали. Это, извините, что тряпочками перед вами трясу. Ну, потому что мне так всё равно вонило. Ну, вот. Я предполагаю всё-таки, что съёмки таких видео, это скорее для, ну, не знаю, может быть, продвижения канала, сбора просмотров или ещё что-то. Честно сказать, да ёлки, это склизкая вся ткань. Но меня иногда удивляет всё равно, вот, когда смотришь, прям понимаешь, вот, есть интересный канал, у них мало подписчиков там или ещё что-то. Либо есть каналы, где, ну, прости господи, а там прямо, ну, дело такое, у вкуса, как бы, простое, это нормально. Я смотрю на небо, всё, у нас гром громыхает. Что-то у меня прическа сегодня какая-то дубочком стоит. И это, наверное, мозги, потому что вот так вот дубочком снился мне сегодня этот Орск почему-то. Ну, не только Орск, а регионы, которые топило. Ладно. Значит, что? В общем, не буду называть этот канал, потому что, ну, смысла мне это называть его нету. Сейчас, кстати, где его там назвали, удалю это сообщение, потому что задницу мне ещё всяких это, всякую фигню, чтобы она у меня светилась на моём канале, мне не надо. Так вот, я когда включила, прям думаю, ну, ещё озвучивала то, что понимаю, что, ну, не моё, не моё, то есть смотреть вообще такое не надо. Потому что, ну, блин, ну, не заходят мне такие эти, когда люди, я какие-то мартышка, ну, прям, ну, ничего с собой поделать не могу. То есть есть каналы, допустим, определённые. Да, ну, вроде хороший всё блогер, но я не могу смотреть, потому что, ну, по разным причинам. Одна есть очень известная такая популярная блогер. Я не могу смотреть, потому что она шипка какая-то, ванильная, не ванильная, вот, сжиманная. Во-вторых, то ли в каком-то кино было, то ли чё, вот не буду врать, уже не помню, откуда у меня эта ассоциация. Я, по-моему, в фильме каком-то была, это, как называется-то, господи, ну, вот это, где проститутки-то, это, господи, типа квартира и вот эти там, господи, как они там мамочка называли или чё. Короче, вот что-то вот такое. То ли она на ту актрису похожа именно в той роли, то ли что. Ещё плюс вот эта сжиманность, плюс бесконечное количество фильтров на всём. Плюс, ну, когда человек понял, что режиссёр погиб, ну, режиссёр внутри не может погибнуть, ну, то есть надо. Это я всё на небо смотрю, у нас там громыхало, у меня вещи сохнут, если что, выбегать снимать надо будет. Я потрогала, они, конечно, подсохли, но всё равно такие воглые. То есть хочется, чтобы они ещё протрёхались. Я вообще люблю, ну, как-то это... Ага, и это, то есть я когда посмотрела, ну, включила этот канал, попался мне. А у меня бывает как, в последнее время я не часто смотрю... Да ёлки-палки, надо перестать смотреть, я всё равно же услышу. Вот. В последнее время я, ну, не так много смотрю вязальщиц. Ну, уж не знаю, там, к сожалению, не к сожалению, но не так много. Тем не менее, вопрос в чём? Попадаются, когда какие-то, кого я не смотрела, я смотрю, потому что вполне возможно, что мне понравится. Есть несколько, ну, вот, новых блогеров, да, мне прямо нравится. Это единственное, что сразу вот не подписалась. И, ну, ну, лайк-то поставила, всё. Или что-то, может, даже какой-то комментарий бывает, пишу. Ну, вот, говорю, это... Потерялись я, значит, и, значит, включаю эту и понимаю, ассоциация с макакой. Ну, такая... Это по дереву что-то там, бананы достала, что-то вот это. Ну, ничего с собой поделать не могу, вот такая ассоциация. То есть у меня-то тоже, это как... У меня-то тоже с собой ассоциации, мне нормально. Какие-то вещи, ну, есть и есть. Тут ничего не... Ну, как, ну, блин, нормально. Жизнь. Вот. Ну, и, значит, я написала в итоге же комментарии. Написала даже два комментария, потому что... Ну, если не нравится, берёшь да удаляешь. Ну, то есть я написала, что все эти видео на тему гаджетов-баджетов, этих вязальных, швейных, когда вот это... Я так понимаю, что это ради сбора, ну, то есть просмотров, там, вот такое. Потому что особенно, когда человек, ну, то есть, три месяца она там озвучивает, ну, то есть, когда нет опыта вязания, и так далее, но зато уже это со знанием дело, что надо, что не надо и так далее. И ладно бы человек просто говорил, что, ну, для себя не видит смысла, там, ну, там надо я, что-то не надо, ну, то есть, это нормально. То есть купила себе то-то, пользуюсь этим-то. Тем более думаю, ну, а за три месяца что-то там успел перепользовать-то. Ну, хотя если прямо три месяца сидишь, только пользуешься. Ну, короче, неважно, всё. А когда уже прямо всё, а знаток, мать ваша, идти, это как это... Ну, я уже говорила. И вот эта ассоциация с мартышкой, она была, видать, вообще не зря. Когда одну мартышку задели, обижали, поскакали, куча мартышек оттуда. Биби-биби-биби-биби. Биби-биби-биби. Ой, дебагу, смех и грех. Ладно бы, чё, умные мартышки эти говорили. Так, девоньки, ну, значит, что? Сейчас у меня будет самая затейная задача. Это, ну, может быть, и не самая, конечно, но тем не менее. Это вперёд. Вот он тоже такой, знаете ли, это. В общем, он весь в драпировке. И мне теперь его надо правильно, как это сказать-то, проскладировать. Так что сейчас буду этим делом заниматься. И когда, получается, я сметаю вперёд драпировки, припендюрю его к платью, соединю. Ну, лямочки я просто верёвочки сейчас какие-нибудь приделаю. Так, у меня звонок. Так, не помню, что рассказывала, но, в общем, ёлки-палки, сейчас я иголку найду потеряла. Так, значит, я, наверное, когда сделаю, сметаю, когда наметаю, понятно, что не будет совсем, не очень будет понятно, какое оно будет, потому что мне главное сейчас именно общая посадка нужна. И, допустим, уплотнять это и так далее. Я уже буду после примерки. Вот. Поэтому как-то так. Вот такая деталь. Видите, какой вперёд? Да-да-дам! Нет, не так. Неправильно. Вот такой вот он. В общем, сейчас я соберу драпировку, всё дело это сметаю, и уже, кстати, надо будет позвонить, наверное, сказать, чтобы, если что, ориентировались приехать, потому что надо будет, говорит, по-хорошему бы, примерочку сделать, и тогда будет хорошо. Вот. Интересно, где-то я метки ставилась или не ставила. Вот. Мне бы хорошо, чтобы сегодня примерились. Не делала? Нет, сделала. Вот. Мне бы было хорошо сегодня, чтобы была примерка, чтобы я уже ориентировалась. Как оно тут-то? И так оно тут-то. Вот. Чтобы я уже тогда всё это сориентировалась, но, скорее всего, юбку сзади я буду тоже... Ну, посмотрим, в общем. Ткани всё правильно, слава Богу, хватило. Вот. Так что, ладно. Потом, значит, будет видно. Было бы хорошо, чтобы сегодня они приехали на примерку. Но для этого, для начала, мне надо всё сметать. То есть, я ещё такой человек, что я не могу заранее сказать, там, приезжайте через час. Да, у меня сейчас, вон, через час что-нибудь образуется, и не закончу. Ага. Я ж такая, жду трамвая. Вот. Поэтому брюки, которые вот надо... Меня так всё это веселит, эта затея. Ну, да, Людмила правильно говорит, что... Ну, в следующий раз так и буду говорить, потому что... Ну, тем более, когда уже сказал, да, что, ну, приду... У меня есть такой момент, что я, допустим, не сразу что-то предупреждаю, а оговариваю, да. А так... Пакт в том, что, да, что людям просила клиентка, что замерите нормально сантиметром. А в итоге не замерили. Что нехорошо, в итоге вышло. Ладно. Ну что ж, пошла я. Ну, не пошла, в смысле, продолжаю забирать драпировку. А всё бы ничего, но они такие, знаете ли... Ткань такая склизкая. Ну, ткань, конечно, классная. Единственное, говорю, вот я шила когда себе... Может быть, я путаю её тактильную. Но название такое именно. Может быть, я подзабыла. У меня было платье с такой тканью. И для меня было, да, вот это то, что она сыпучая. Меня это раздражало. И склизкая. Но она была плотнее. Может, она бывает разная, да. Одно и то же название, а плотность разная, как он... Там хлопок тот же, да. В общем, название-то одно, а плотности разные. Там спамбунт там или ещё что-то. В общем, так. Сегодня, кстати, да, привезут заказ. О, да, у нас скоро открывается ВБшка. Пункт выдачи ВБшки. Тоже сейчас с соседкой относила ей это. Говорили. Она такая, ты не хочешь через ВБ? Я говорю, нет, не хочу через ВБ. У ВБшки что-то говорю. Там такие требования, которые, ну, мне неудобны абсолютно. Целого совсем. Хотя, посмотрим, кто бы знал, да, что зарекаться-то. Может, и буду на... Ну, как, время пройдёт, и через ВБ я... Да что ж такое? Сяду я спокойно работать или нет? То как это? То олень, то тюлень. То соседи придут, то ещё что-то. И, в общем, всё. Сейчас смеялись. Она такая, чу, у тебя как, ну, одна соседка. Не могу жить в этой деревне. Ну, это, кстати, я помню, когда из Новосибирска переехала в Довлеканово. Да, это тоже маленький же город. Хотя, чу, кого я обманываю, я помню. Когда себе квартиру-то купила в Новосибирске. Это этажом ниже подо мной были очень, как это сказать, мягко долбанутые соседи. Ой, ну да, ну это очень мягко я сказала. Причём мужчина был, получается, коренной. И, ну, это вот, даже так, его, это была квартира, полученная его родителями. Родителя не стало. Вот он, не знаю, там, его дочери, не его дочери. Он регулярно мне ходил это, извинялся за свою супругу. За её мерзопакостное поведение. Что мужика не стало. И всё стало ещё хуже, чем... Это вообще, это просто. И вот про людей, которым очень сильно надо знать, как оно живут соседи. Про уровень этих людей. Как это... Есть же вот это выражение, что можно вывести человека из деревни. А вот деревню из человека намного сложнее, да? Я помню, это... Причём я-то, ну, коренной житель была. Ну, почему-то её очень сильно коробило. Она очень сильно переживала, что я приезжаю. Что такая вот только мебель покупаю. А вообще я лесбиянка. Это я помню. Она так... Ну, то есть не только со мной собачилась. То есть она собачилась со всеми соседями. А со мной как... И со мной тоже. И, значит, я помню, когда, ну, выяснилось, что я лесбиянка. Я такая, ну, всё, ничего. Я потом, ну... Единственное, я потом спросила, а почему лесбиянка-то? Ну, ладно бы как-то это... Ну, как всегда, ну, нормально же там шалава. Ну, нормально всё. Лесбиянка-то почему? А к тебе, говорит, мужики не ходят, к тебе только бабы ходят. Я так смеялась. Я говорю, а, вон оно что. Ну, ладно. Всё очень логично. Я так где-то... Ну, там много чего было. Крови попитая. В общем... Ой, как это? Повезло на соседей. Ну, ладно. Это мелочи жизни. Слава богу, это всё. Как это дело... Как пройденный этап. Я к чему про соседей-то? Сейчас соседка, значит, приходила. Я, говорит, вас выглядываю, выглядываю, нету. А потом, говорит, увидела, что ты... Это... Я думаю, блин, свет горит полночи. Ну, не полночи, сейчас же я раньше ложусь. Но всё равно. У нас же нету такого, чтобы прям вечер, бла-бла-бла, то есть утро, бла-бла. Ну, то есть у нас прямо, как получается, чик и ночь. Ну, вот как-то вечер, да, вот он... Ну, прям недолго. Чик уже и уже прямо ночь. Всё, чёрное небо. А ещё же у нас, ну, колхоз, как говорится, этих... Иллюминации-то вообще нету. Ну, то есть и это... Теперь я поняла, что я делаю не так. Ну, ладно. Я же здесь закрепляю эту... Ой... Ну, ладно, поменяю уже сейчас. Хотя оно не будет видно, эту... Я прям по краешку уже. Так вот. Она такая... Оля, куда ты, говорит, уезжаешь? Я такая стесняюсь уточнить. А куда я уезжаю? А почему я уезжаю? Ну, вот там вот кто-то соседи сказали... Ой, в магазине, не соседи, в магазине там кто-то у нас с кем-то столкнулся. Я такая, ну, не знаю. Я как-то это никуда не планировала уезжать. Если что-то... Ну, если так-то, ну... Просто говорю, отелье, говорю, обратно сюда это перевезла домой. Это да. Ну, потому что неудобно нам, говорю, в данной ситуации так работать. Потому что, ну, пятое-десятое мне проще дома в итоге выяснилось. Хотя, говорю, если бы, конечно, когда я Синьку поведу, ну, может быть, и... Всё-таки это... Было бы хорошо туда ходить, вот, или именно туда работать. Но я, говорю, для этого просто сделаю. Там, говорю, отремонтирую, когда машинки уже... Ну, даст Бог, всё это дело когда-нибудь у меня случится. Но сейчас не успеваю я их. Эти отвлекают? А мне такая, ну да, я сейчас... У меня это... Работа... Всё время работа. Либо работа, либо чё-то дома. Ну, всё как у всех, как говорится. Ага. Ну, нет, не как у всех. Бывает, что по-разному. Ну, и вот. Вот так вот. Это к тому, что про соседей. Это я вспоминаю, что тоже была ситуация. Тоже другая соседка. Кто-то там ей... А чё, говорит, она ребёнка на руках носит? Да, такая, говорит, она, говорит, носит. Никогда, говорит, не видела. И вообще, говорит... А причём получилось, что мы перед этим с ней сталкивались. Я говорю, ой, спина. Спина, спина болит-то как. Ну, это... Тем более, когда спина больная, как... Ну, пусть он там и небольшой ребёнок, но и как... Не толстый, да? Не крупный. Но всё равно это... Да. А вот там ещё что-то. А я, получается, же эти сумки и сумки-подушки упаковываю. Я, получается, прозрачную, ну, бесцветную. Ой, какой жёлтый цвет смотрится под этим освещением. Сейчас, секунду. Что-то у меня упало телефон. Значит, я же упаковываю, получается, стрейч-плёнку прозрачную. Хотя, может, вот так вот. Стрейч-плёнку прозрачную. А сверху она даже как-то поплотнее. Кстати, сейчас в этот раз прямо хорошую стрейч-плёнку купила. Вот. А сверху чёрную упаковываю. Хотя у меня долго в корзиночке лежали цветные. Там синие, красные эти плёнки, белые. Купила чёрную, как раз на неё скидка была. Вот что-то там вот несла. Там это бла-бла-бла. Я говорю, ну, это тоже-то же. Я забыла сейчас дословно, что там соседки этой говорили. Она такая, да господи, это она, говорит, работает. И потом на почте отправляет кто-то покупателям. Я говорю, ну, люди ёлки-палки. Всё переживают. А вот так вот, говорю, коснись, если что-то произойдёт. Никто ничего не видеть будет. То есть, если там что-то обворуют, что-нибудь, ну, поняли, о чём я имею в виду. Тогда уже всё, никто ничего не увидит, не узнает и так далее. Это да, кстати, да. Как я тут делала? Вот. Это говорю всегда так. Зато, говорю, где это? Не это самое. Все всё видят, все всё знают. Так, сейчас я пошла-ка выкройку возьму и посмотрю, что я тут делала, как. А у нас закончился дождь. Ну, точнее, даже он и не начинался, как в нём продавец киоски. Говорит, у нас дожди, говорит, всегда обходят. Ну, там, кто ездил, говорит, там ливень, здесь ливень. Всё заливает савропель, там, благодарный. А у нас так. И всё. Ну, даже с этими пол ведра набрала, но я додумалась поставить. А вообще, конечно, хорошо бы иметь, как оно называется, бак, да, какой-нибудь. Для накапливания воды. Это было бы очень круто. Так, что я могу сказать из чё? Смёртываю. Вообще, ребята, не самая такая задача, казалось-то. Ну, вот прямо, как это... Сейчас я сяду, поставлю, давайте, ребят, вот так, да? Вот, что могу сказать. То, что первенческое в этом деле. Вот прямо, когда я, помню, себе платье шилось с такой тканью, ну, почему-то мне, говорю, вот прям, вот ассоциация, ну, как, воспоминания, что она была прям плотнее. А это прям такая, это тоненькая, как... Вот, точно, вот из этой именно ткани, эти есть же, как... Платье комбинация. Да, кстати, я себе... Теперь у меня тоже дикое желание, но не комбинация, а именно воротник качели или... По-другому ещё как-то называется, надо вспомнить. В общем, в общем, скажу я вам, скажу я вам, скажу я вам, в общем... Хочу себе, это одним словом. Вот, а я что делаю? А я, девочки, не могу уже. У меня одно желание, чтобы это уже закончилось. Сейчас, секунду. Ну что ж, последнее подключение на сегодня. Потом, после примерки и прочего, будут ещё подключения. Первое, вот здесь идут такие складки, да, я не знаю, как они называются. Буду на уплотнителе. Я специально для этого покупала уплотнитель. Поэтому на них посажу, и будет хорошо. Здесь не буду, наверное, на уплотнитель присаживать. Пусть просто будут такие складочки, просто чтобы дать свободу бёдрам. Вот. Ну и здесь пока натянуть не могу, потому что всё так себе намётано. Не очень. И манекен немножко меньше размером, чем заказчица. Вот. Будет немножко покороче. Сзади сейчас покажу. Так. Ну и на металла понятно, что тут смётывало. Так себе, одним словом. Понятно, что будет всё это дело перешиваться. Ещё и эта крупничка. Но, тем не менее, в принципе, относительно понятно, что будет из себя. Остальное всё увидим позже. Позже. Пыталась маленько подправить, натянуть, как оно будет в реальности. Не получается пока. В общем, пошла дальше пока тут готовить с заготовки. Позже. 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 Не знаю, как правильно сказать. Позже. 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 у топа сейчас мне надо маленечко тут договорились завтра они приедут поэтому до завтра мне надо хотелось бы конечно ну посмотрим сейчас поспал покажу что сделаю в итоге так что все если что я наверно в тот момент когда сметаю вот общий образ я наверно после этого надену на манекен но это будет или уже когда сошью в общем посмотрим так что если что я на связи